Друзья, кардан нужно снять и ездить без кардана, пока вы его не отремонтируете на 2ВД, то есть стараться нигде не гусовать, чтобы у нас ошибки не выжигать надо. И выносим кардан, еще раз, в положении 2ВД ездите сколько влезет. Вот он мне идет, давайте я вам покажу на сравнение. Видите как, и тут тоже самое, но все равно менять их надо будет в паре. Так, теперь мы видим, что это завод, что там все заштиховано, завальцовано, ну а здесь она даже не двигается. Она давно подживела и двигается только вот в таком диапазоне, и как-то вот в таком диапазоне машина и работала, что очень круто. ну и к осмотру, и к осмотру вот этот подшипник. Вращается он без люктов, без скрипов, но мы его все все равно будем менять. Сюда будем надевать пыльник. Вот это будем разворцовывать место. Надевать пыльник будем. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. И ремонтировать все это дело. Главное, когда будем разбирать вот здесь вот, отметки поставить прям в линию, где что было, чтобы не нарушить его консульцию. Видно, что это грузики. Вот номера нигде не вижу, вот этого кардана. Но я догадываюсь, что он оригинальный. Как бы все на это смахивает. Значит, друзья, продолжайте смотреть этот ролик. Не переключайтесь. Дальше много интересного. Мы экономить будем по максимуму, но при этом колхозить по минимуму. Значит, тиски, вы видите, у меня маленькие, они не справятся. Поэтому я уже заказал домкрат на 20 тонн. Съезжу на металлобазу, куплю пару металлопрофилей и мы с вами соорудим. Я уже давно об этом думал и хотел. И вот пришла нужда конкретно соорудить. Пресс, гидропресс своими руками. То есть мы прессом будем потом все это делать. Значит, я уже купил вот такую развертку ручную. Она вот так выглядит. Почему-то в камере они, кажется, такие большие. Я в руки взял ее. Она довольно маленькая. Смотрите, моя рука. То есть она как две руки. Этой разверткой мы будем развертывать вот это посадочное место, подбиваться. Значит, в пути у нас находятся новые крестовины две. Туда пыльник от него за 40 рублей. И там чего-то там по мелочи еще. А пока все это идет, в недельки две я буду ездить без кардана. Ну, конечно, такое состояние это ужас. Обычно снимают с машины, оно в нормальном состоянии. Ну, не в таком, не в заклинившем. Она заклинившая в двух, вы видите, позициях. И вот так не двигается. И вот так она не двигается. Пробег на автомобиле 110 тысяч. Состояние. Боль, печаль. Люда. Ужас. Предыдущий, кстати, владелец. Я купил машину, было 95 тысяч. Предыдущий владелец, женщина, она не ездила в 4 ВД вообще никогда. И на авто тоже. Она ездила всегда на 2 ВД. И я, когда ее покупал, я залез и смотрел состояние кардана. Он был в идеальном состоянии. В идеальном. То есть, никаких лицов, ничего не было. Я ездил все это время в состоянии, в положение автора. Ну, вот я его, наверное, и приговорил. Но это не значит, что нельзя ездить в положение автора. Нужно ездить в положение автора. Вот это дело все медной смазкой. Вот таким вот образом. Надо. Ну, не то, что прям надо. Можете не делать, но я и сделаю. Так. Здесь, здесь и вот здесь. И вот здесь. Лишним это точно не будет. Зато, пока будем ездить, какую-то коррозию оно предотвратит. Все. Всем номера. Можете заскринить. Подшипник, который будет стоять. И, кстати, этот подшипник вообще-то от трансмиссии. Но почему-то именно он и стоит в этих карданах. С крестовиной карданного вала GUM 92 от автомобиля Outlander. У нее размер 20. У нее здесь стопорные кольца идут. И все это будем ставить. Идет товотница. Вот она. Вот. И здесь есть в одном из... Вот она дырочка, собственно, для этой товотницы. Вот она. Крестовина, чтобы можно было закидывать новую смазку. Это важно. Раз 20 тысяч надо было закидывать. Это крестовина Outlander. Крестовина это, друзья, не... Многие там рассказывают о шее про то, что она от рулевой рейки. Нет. Это представина от вала. Можете гуглинули. Таким вот образом разворачивается все. Значит, купил я вот такой вот штангенциркуль. Ссылку тоже в описании оставлю на него. Серьезный аппарат. Само изделие, оно очень точное. И оно у нас 20 миллиметров ровно. А размер сейчас стоит 19,4 десятки. Значит, что делаем? По чуть-чуть, по одной десяточке вот здесь вот накручиваем. И прям вот так вот рукой разворачиваем. Значит, размер надо задать 18, ой, 19 и 8. Две десятки в диаметре оставить. Или сотки. В общем, продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, вроде пошла рога. Плотничка заходит, прям очень плотничка. Ну, а танк хорошо гуляет. Так, и смотрим, что мы должны сделать. Три с половиной миллиметра вот здесь. Вот тут. По-моему, еще чуть-чуть. Вот так. Ну, друзья, очень и очень плотненько стоит. Прям плотно-плотно. Не знаю, так ли оно должно быть или нет. Наверное, так должно быть. Так, что теперь? Теперь очень интересная будет процедура. Поехали. Значит, фреза из Поднебесной. Ссылку оставлю на нее в описании. Один миллиметр. Выглядит она вот так. Обзор на них тоже есть на моем канале. Вот так выглядит эта фреза. За 200 рублей купленная. Ну, соответственно, шуруповер. Соответственно, первая скорость. Поехали. Ставим ее. Ставим ее. Ставим ее. Ставим автомобиль. Как찬. Ставим. как то так этот зазорчик там где-то в одну десятку как раз они могут разойтись немного вот такой ремонт рено дастра в домашних условиях вот что произошло с фрезой то есть если будете делать заказывайте на пару штук 2 3 5 они по 200 рублей по моему за штучку вот вот такая история с фрезой ну ничего жить можно даже вот этими тремя своими оставшими ся зубьями она все равно делает дело и 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 вот такую смазку буду использовать blue и ну шприцом туда ее засунем и наверное вот в эту часть кардана тоже сразу же забьем все шикарно заходит так откуда-то полезло я слышал смотрим ниоткуда не полезло давайте еще а вот полезно все таки лишнее удаляем и заворачиваем кстати я так понимаю что я не туда здесь бог должен быть на 7 друзья ну в смысле гайки открываем нашу красочку достаем наши перчатки чтоб не пачкаться потом уже можно и с банки вот так покрасьте обязательно эти места потому что друзья там мы сверлили срезеровали этот паз ну как говорится от греха подальше лучше все это дело прокрасить чтобы оно не ржавело дальше будем менять вот этот вот подшипник и уже устанавливать поехали смотрим друзья вот на этот ужас сюда явно попадала вода это уже не масло это эмульсия не смазка даже это какой-то трэш так все это вытираем друзья вот сейчас покажу стопорное кольцо вот оно вот гуляют вот эти вот видите вот и вот это кольцо надо разжимать выбить ну вряд ли получится да и как-то и не хочется уже новые крестовины стоят не хочу я по ним стучать это вот располагались наши две половины по ходу дела сепаратор этот не не выходит оттуда аспиратор наверно выйдет с помощью еще какой-нибудь очередной магии колесо полет домкрат вы спрашиваете какие то сюда засунул это было очень сложно все получилось ну вот что с ошибником смотрим они не 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 а фирма что фаг словакия 045 z-53 9860 п а чё я купил смотрим что я купил фаг z-53 9860 п то же самое купил только мертвые бджолы не вон бюль так ну да ладно надо смазать его по внешке смотрите народ внешняя на широкой части вот отлично проходит и не рвет достаем прям вообще отлично видеть идеально так смотрим что тут со смазкой а тут еще какая-то защита так ну вот эту можно не доставать вторую вот эта штука она тоже открывается ее вот изнутри туда прям не боясь вот засуньте то есть у нашего подшипника получается двойная защита вот в чем его прикол и вот какая там смазка какая-то она какая-то она странная ну да ладно мы сюда еще сверху добавим блюд можно и с другой стороны открыть но я считаю что лишний раз рвать не надо но останется эта смазка но и останется рвать как бы сальники лишний раз не очень хочется ну я думаю хватит здесь у нас сколько пять кубов хватит и прямо туда вот между подшипников фигачим ее между шариков мало еще я думаю еще половинка этого флакона будет шприца верни будет самое но вот смотрите видите немного погнулся важно это исправить иначе ничего хорошего из этого не выйдет так вернули ему форму все оставим назад вот видите как раз из под него прям блюшка вышла лишняя вся блю повыходила четверть шприца наверное вышла вот такой у нас красавец подшипник получается пока так и теперь вставляем наш первый сальник возвращаем его на родину как тот я не могу понять ну двойное хорошо двойное такое у него прикольный такой сальник двойной ну какого хрена он стоит как то вот вверх ногами ну все друзья вот как будто ничего и не было теперь там две смазки заводская и моя так и это хорошо ну кто там считает что это неправильно считайте так значит стоял подшипник вот этой вот вот этой вот каемочкой вот сюда можно посмотреть и видно что каемочка ближе к вот этому краю значит подшипник стоял ну будем его запрессовывать вот так ну там наверное как раз и хватит есть там как раз здесь вот эта резиночка которую не должно разъедать вот так так ну теперь одно из самых ответственных действий нужно совместить правильно наши узлы вот так ну правильно ну что защелкнулся защелкнулся друзья короче он защелкивается но ему тяжело это признать он защелкивается ударом у нас здесь будет герметик тогда нам надо это все дело виктор рейнс приказал долго жить а ну-ка сейчас его вот так вот разрежем здесь хоть что то есть о тут есть и много ну да ладно сколько есть столько и мажем ну раз так тогда вот этот герметик вот сюда убираем вот так осталось запить его застучать точнее вот этим молотком ну отлично а вот здесь что то по короче вы видели все сами Никаких криминальных изменений в конструкцию герметик не вносит. Вот так. Вот теперь усюшки. Друзья, вот такой был и вон кардан. Вот так кардан встал. Здесь все хорошо. Лифтов никаких больше нет. Ну и по старинке лаконцовочку берем тряпочкой высмазочку. Вытираем силиконовую смазку. И как я люблю добавляем смазку медную. Ставим. Вытираем. Ну и по-твертой. Хорошо. Хорошо. Так. и с другой стороны то же самое вот так и эти соединения тоже медях и лупим ну вот в общем то как то так ну все а теперь заводимся да поехали друзья ну вот и закончилась эпопея с карданом длившиеся у меня на протяжении всей зимы на самом деле все это можно сделать за два дня в гараже если у вас есть весь инструмент если как у меня у вас инструмента недостаточно и приходится до заказывать ждать всякие развертки фрезы и так далее ну готовьтесь к трем месяцам ремонта вот как получилось у меня всю зиму на переднем только приводе все прошло нормально без всяких дтп и так далее вот что осталось от кардана то есть вот это ржавая совсем убита это бы еще погуляла но ввиду капитального ремонта она естественно тоже заменена была это которая возле двигателя стояла это на заднем мосту вот значит ну и подшипник где-то он там у меня уже металлоломе сейчас прокатимся посмотрим как это все работает вот я уже проехал порядка где-то 10-15 километров что могу сказать и хочу точнее сказать нет никаких вибраций чушь это все и не будет никаких вибраций у меня кардан сто процентов разбалансирован потому что я ну в общем то все собрал как было кроме одной крестовины это передняя крестовина я ее поставил на 180 градусов наоборот то есть не знаю может я и к лучшему это сделал потому что все таки когда прессуете крестовины но есть какие-то там сотки десятки которые невозможно вымереть для этого но их реально невозможно их не то что даже вымереть невозможно их невозможно запрессовать у вас просто сам пресс не позволяет это сделать потому что у него там одно движение под усилием то есть вы там накачали накачали одно движение под усилием ну блин две три десятки дает а сотки это ну невозможно сделать не как я к чему забалансировать все-таки ну наверное стоит процентов наверно 90 моего сознания наверно да говорит о том что надо балансировать вот но еще раз даже народ на разбалансированном кардане нет никаких вибраций и не будет вы почувствуете дисбаланс его по разбитым крестовинам через 10000 там 20 30 10000 20 30 вашей крестовины отходили их разбила ну вот ваш разбаланс а вибрации еще раз говорю стуков этого и не будет их их не может быть потому что там есть зазоры есть определенные люфты на редуктор на на редукторе нас на задней распределительной коробке которые но будут компенсировать эти вибрации стуки и тому подобное вот как то так ну в общем ремонт я считаю удался через 10-20 тысяч посмотрим на крестовины что они там нам расскажут если все будет безумно плохо то повторю процедуру благо теперь я все уже умею делать а крестовины стоят ну где-то по 600 рублей штука вот и найду все-таки балансировку и отбалансируем всем пока